Проигрывающий кандидат в президенты Северной Македонии заявила о победе. Проигрывающий кандидат в президенты Северной Македонии заявила о победе. Полночь 55. Белград, 22 апреля Новости. Кандидат в президенты Северной Македонии от крупнейшей оппозиционной партии МРАТМНИ Гордана Селяновска-Давкова провозгласила победу в первом туре выборов. Несмотря на незначительное отставание от выдвиженца правящего Социал-демократического союза Македонии, СДСМ, Стива Пендаровски. Выборы президента Северной Македонии прошли без инцидентов и нарушений в воскресенье. Правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3480 участках. Явка составила 41,95%, на несколько процентов меньше. Чем на выборах 2014 года. На пост президента претендует финалист прошлых выборов. Кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии, СДСМ, премьера Зарана Зайва Стива Пендаровски. Кандидат от некогда правящей, а сейчас оппозиционной в МРАТМНИ преподавателей. Юрист Гордана Селяновска-Давкова и кандидат от двух албанских партий. Экс-посол Македонии в Евросоюзе Блири Мрека. Вчера, 2.30. Процедура выборов президента Северной Македонии. Если сложить голоса оппозиции и голоса тех, кто отдал их за реку, разница, по отношению к Пендаровскерет, будет больше 70 тысяч голосов. Оппозиция смогла не только на деле показать, но и убедить граждан, что в отсутствии правды и правосудия можем только рассказывать сказки про НАТО и ЕС, заявила кандидат в президенты на брифинге в штаб-квартире в МРАТМНИ. Ранее она сообщила, что в случае невыхода во второй тур отдаст свои голоса кандидату-албанцу. «Мы двое говорим о верховенстве закона, борьбе с коррупцией и только с таким видением можем направиться в ЕС», отметила Селяновска-Давкова. Река заявил журналистам, что полученный им на выборах результат превзошел ожидания. 3 апреля, час 43. США надеются, что Северная Македония осенью станет членом НАТО. Селяновска-Давкова, который 64-го года, также выступает против достигнутого с Грецией Приспанского соглашения о переименовании страны и против придания статуса второго официального албанскому языку. Она анонсировала возможность проведения повторного референдума по вопросу договора с Грецией о переименовании страны. Одним из ее слоганов в ходе кампании был «Без демократии не будет ЕС и НАТО». Официальные результаты избирком должен сообщить до 19.00-20.00 МСК, понедельника. В случае если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, 5 мая состоится второй тур голосования.